всем огромный привет привет у нас сегодня да на самом деле уже вечер я пару дней ничего не снимала да мы тут лечимся усиленно для того чтобы все таки до понедельника выздороветь и дети чтоб уже спокойно пошли в школу чтобы очень много ничего не пропускали только справку надо справку в любом случае у меня голос пропал да у детей пропал голос но ничего страшного тема тут сконструировал коллеку и что давай покажем чем мы сегодня трудился над колесом обозрения ну да нет у тебя одна часть получилось можешь показать ее а тема говорю не аккуратнее до построила такое колесо которое крутится и еще подставка вот крутим так вот крутится крутится вот варюшка сделала одну из частей ну тоже зато за посмотри как аккуратно варень правда на классно те работает а как у варя работ просто колесо варь ты сделала руль точно ты сделала руль бибиб без подставки ну да хорошо крутится неплохо да она сама крутится правда если бы не скотча было бы все на клею было бы интересно вот у меня они все на клею да да но эти я не знаю как сына ну ладно вот артемка из пластилина сегодня сделала как его зовут стиль столько что из майнкрафта я уже забыла спросила у чем мы забыла как зовут вот такого человечка ну классно вообще у нас сегодня солнышко а мы дома сидим вот видите как солнечно сегодня правда уже вечер уже 7 часов вечера но в любом случае такое закатное солнышко есть я несколько наверное сегодня приедет с работы и мы поедем на квартиру нужно сделать раскладку керамогранита на полу на третьем этаже ванны вот как будет вот эта плитка именно вот квадрата лежать чтобы это было красиво чтобы не было там вот такого вот знаете зазора ну в общем чтобы это было более-менее она правильно и гармонично лежала вот и нужно разложить чтобы наш рабочий уже начал ее укладывать наконец-то свершилось дождались на вайлберес из-за этой болезни я тоже никуда не выхожу потому что чувствую себя я вроде бы как и не болею но чувствую себя как-то тоже не особо хорошо так и вот я никуда не выходила сидели с детьми дома на вайлберес там огромное количество заказов накопилось которые нужно по идее забрать вот наверное сейчас перед тем как Денис приедет с работой я зайду на вайлберес и уже потом поедем сразу на квартиру вот читала сегодня сидела книжку свою уже более-менее прочитала Дениска все меня ждет чтобы сериал этот посмотреть книжка реально интересно вот так что такие дела продолжаем лечиться но сейчас соберусь в общем и пойдем вместе с вами на вайлберес я сегодня в новом лонге смотрите он такой интересный здесь вот разрез получается на плече а с этой стороны разрез получается на локоточке и выглядит вот так ну просто как лонг только вот не совсем обычный лонг мне кажется что в принципе вот так вот прикольно с джинсами как вам вообще как вы относитесь к таким вещам или вы все-таки за более базовых гардероб интересно вот напишите у Артема здесь вот гитары кстати лежит знаете в чем давайте расскажу проблема вся в том что Артем ходил к одной девушке я бы сказала она даже девочка да заниматься на уроке гитары и она сейчас учится и получается что из-за своего расписания она не может больше заниматься и вот Артем потерял скажем так преподавателя по гитаре достаточно хорошего преподавателя кстати хоть она и молодая но они нашли общий язык и Артем ее прекрасно понимал все было прекрасно он изучал и так далее и вот мне написали что больше она совершенно не сможет заниматься и у них больше нету преподавателя по гитаре конечно с Артемкиными знаниями он спокойно может дома уже разбирать самостоятельно песни то есть если над словами есть аккорды он их видит он может уже сыграть то есть это как бы не проблема в принципе здесь наверное больше знаете он в принципе может уже заниматься самостоятельно разбирать любую песню но если только вот допустим это в прошлом занятии он выучил это барре и на этом мы закончили да вот ему это объяснили но в целом уроки наверное по видео тоже же присутствует в интернете по факту можно и так разбирать единственное что проблема в том что вот на уроке он сидел эти 45 минут реально занимался здесь же его именно 45 минут не хватает он очень любит играть на гитаре он играет на ней каждый день вот прям реально каждый день и не по одному разу но именно вот допустим 45 минут он не может просидеть и заниматься вот мы сейчас вместе с Артемка начали разбирать какие-то песни что-то ему если непонятно мы вместе находим в интернете что-то ищем я скоро сама наверное уже заиграю на гитаре в общем и столько всего знаю как оказалось вот но в любом случае вот теперь мы остались без преподавателя к сожалению не знаю что делать наверное будем пока что заниматься дома а там либо мы возможно она вернется либо возможно мы найдем нового преподавателя но пока вот как-то вот так осенних сухих листьев становится все больше и больше и не только здесь но и на деревьях естественно ох осень приближается точнее она уже наступила просто такая холодная осень у нас в этом году короче говоря зашла на вайлберрис там просто я первый раз такую очередь видела вот правда жужжу прикасаться сегодня готовится все раздевалки вообще нельзя перед закрытием приходить я же тогда тоже что-то хотел забрать помню это было это да ну нафиг стоять слушайте там правда там не протолкнуться просто там такие очереди плюс еще вот эти вот в раздевалке чтобы померить одежду ой думаю да ну нафиг потом зайду и тут Денис подъезжает и также поздоровайся в принципе вот мы уже подъезжаем к нам и сейчас будем думать как же разложить плитку на полу это важно так что у меня вам на самом деле есть еще что рассказать по дверям господи надеюсь не забуду расскажу в общем ту косячину забрали и вот новую сегодня привезли хотя должны были это сделать еще вчера вот так что на самом деле по дверям тоже есть свои приколы вот потом потом расскажу вам разложили все в ванной расчертили все как надо вот у нас там черточки наверное их не особо видно но в любом случае есть вот квадратная плитка напомню у нас на пол идет вот такая вот 120 на 60 будет на стенах и до красиво да мне нравится и дальше получается в самой душевой будет вот такая плитка коричневая она получается 20 на 60 и вот этот весь угол будет тоже с этой стороны душевой и с этой стороны вот этой вот плиткой вот мне кажется что будет смотреться очень даже неплохо здесь все обмазали гидроизоляцией естественно без сейчас это не продумали я только сейчас увидел мы делали четко посередине просто он теперь будет смещен правее заметила из-за бортика топорик мы не думали что пришлось бортик делать не особо это разница большая но в любом случае главное что мы сделали правильную раскладку вот здесь мне нравится вот сама плитка это которая 120 на 60 ну я ее в принципе уже снимала поэтому сейчас темно в ванной и не особо вообще видно все это структуру из детских окон видим закат слушайте здорово что-то я никогда не смотрела в закатное время она оказывается видно его красота фонари уже включены на втором этаже тоже у нас все гидроизоляции вот здесь вот так короб уже сделан и сейчас замазываем все гидроизоляции здесь получается с этой стороны ну на всякий случай на всякий случай все-таки делаем гидроизоляцию во всех мокрых точках один из там с рабочим разговаривают а я включила фонари и быстрее боже переехать включать их каждый день чтобы была такая вот уютная красота дениска смотри какую красоту я создала ну перестали в общем мне прям очень нравится вау прям красиво так уютно так уже не знаю тебе нравится мне ты мне ты нравишься я эти тональником замарала короче говоря поедем дениску кормить потому что он с работы еще не ешь да пойдем 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 сегодня потрясающий загад приехали на закупку в ленту вот сейчас пойдем закупаться продуктами детей оставила все еще дома они конечно просились но мне очень важно чтобы они уже выздоравливали и шли в школу хватит уже пропускать поэтому максимально сидят дома насколько это возможно долечиваются сегодняшнего дня начинаем уже делать все домашние задания пропущенные с понедельника у нас всегда так то есть если дети пропустили уроки я в любом случае заставляя их всю домашку сделать потому что пропущенные темы потом сказываются и на контрольных и на всем 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 возможно это жестко но но по-другому никак нужно будет все домашнее задание все сделать закупаемся хлебушек темки хлопья на завтрак вот эти правы очень травы очень любим они закончились тоже берем сервелат папа может колбаска докторская у нас ее денис очень любит сосиски такие такие три путылки молока молоко сгущенное с кофе и 2 сгущенки обычные деткам чудо вот эти творожки дениска себе выбрал такой такой и такой это еще деткам так денис берет вот этот но мы еще нашли вот такой шоколадный лук пакет морковки квашеная капуста капуста продукты все закуплены останется купить мясо в другом месте заехали взяли сыр дениска завези меня сейчас на вайлдбрис пожалуйста и вот конфеток деткам набрала в династии есть такой корейский магазинчик эти конфетки по рублю достаточно вкусные вот набрала им на 20 рублей конфеток давайте прям небольшую быстренько распаковочку того что пришло с вайлдбрис в общем это вот такой набор из двух расчесок одна белорозовая другая черно-розовая и здесь еще вижу в подарок вот такие один мешочек смотрите какой красивый вот не знаю пока для чего нужен но в целом расчески очень красивые не знаю насколько они будут хорошо расчесывать волосы не будут путать волосы но в целом по крайней мере они красивые дальше здесь два одинаковых наборчик открою один покажу здесь уже к новому году не удивляетесь на дворе сентябрь а тут к новому году вот такой набор снежинок один получается и еще один здесь раз два три четыре пять по шесть снежинок из-за того что у елка не будет прилегать к стене игрушек нужно больше потому что раньше мы не украшали с одной стороны елки да артем что ты хотел что мне попалось а в ленте а варе что попалось дальше поменялись гирлянда штора вот такая с холодным свечением тоже пойдет к нам потом на первый этаж в нашу квартиру показывает что у тебя попалось вот такая вот с холодным свечением вот она 3 метра и вот так вот на 2 метра все мне кажется очень хорошо вот в комплекте шнур так что потому что у нас перегорела в нашу комнату гирлянда штора дальше сейчас пройдемся сразу по новогодним уж не удивляйтесь это варюшки в комнату она будет вешать их на окна вот такие вот зверушки они достаточно большие то есть вот моя ладошка и игрушка получается вот такой медвежонок снедовичок олененок и дедушка мороз выглядят очень интересно достаточно качественно сделано в общем игрушки классные она их на окно повесит потом скорее всего я не знаю куда но мне кажется так дальше увлажнитель воздуха с Вайл Берест пришел мне кажется что вот детки болеют увлажнитель воздуха у нас где-то в коробках наших туда он как аромодиффузор идет потому что туда можно заливать аромамасла в этот нельзя но зато у него прям объем большой объем на 3 литра идет вот такой вот так он выглядит смотрите как прикольно и он еще светится в темноте вот эта часть у него светится причем такими разными красивыми переливающимися цветами в общем потом наверное вам покажу здесь наверное нету ну да здесь не показано о еще есть розовый я даже не заметила что там розовый есть ну в общем ладно у меня белый и последняя это кофта но ее нужно надевать потому что вот так она выглядит крайне несуразно у нее открытые плечики вот но на девушках в отзывах она смотрелась очень круто поэтому я ее потом померю и вам уже покажу на себе примерила вот эту кофточку смотрите как она выглядит с открытыми плечиками и вот здесь получается вот такая вот сборочка мне кажется что выглядит круто здесь вот такие рукавчики но если честно я бы их обрезала вот мне кажется я их обрежу и буду уже носить вот так ну да у нее какая-то другая ткань видите не как сама основная часть кофты сделана ну выглядит мне кажется что вполне себе прикольно что у тебя там я арбалет сделала арбалет сделал давай покажем так показывай и как он работает вот что-то ой не удивляйтесь Тема в вареных штанах у нас очень холодно в квартире вон дети в теплых носках ходят да поэтому пришлось Варе поделиться штанами теплыми а у Темы они в стежке в воде да вот так заряжаем так и и стрельнет обалдеть Тема круто мимо песен которые Артем сейчас разучивает есть еще такая игра на одной струне да вот то есть не в классическом понимании на всех струнах и аккордами да мы играем а на одной струне какие ты песни у нас выучил с днем рождения тебе давай играем на второй струне на второй да угу так это первая какую ты еще выучил пираты карибского моря давай ну хорошо давай кузнечика давай кузнечика давай кузнечика давай ту и ту Артем ты даже не смотрел на струны прикольно молодец ну понятно так что еще ну давай пираты карибского моря да молодец тебе нравится играть на гитаре то супер похвалите Артемика мне кажется он заслужил ваших лайков да да так показывай что у тебя это косплей на роблокс косплей на роблокс косплей на роблокс ты больше знаешь на какой похож на фильм волшебник изумрудного города там соломенное чучело такое сели таки выполнять домашние задания вот я с Артемкой сижу в общем мы разбираем новые темы и естественно параллельно он делает самостоятельно домашнее задание варюшка у нас в другой комнате делает самостоятельно тоже домашнее задание если что-то ей не понятно но пока все понятно то в принципе она может ко мне спокойно подойти и я также ей что-то объясню тема не сложная Артемка повыше только голову давай повыше да молодец помните мы показывали что пришлось купить плиткорез так как у нашего рабочего нет на 1200 размера и нам пришлось покупать свой в общем то его наконец таки распаковали так как начинаем укладывать керамогранит пока что на пол конечно же а потом уже на стенах выглядит это вот так здесь даже лазер есть видите в общем вот так он выглядит я не особо в нем вообще понимаю но говорят хорошее это самое главное улица уже достаточно холодно но у меня роза начали давать новые ветки вот видите вот 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 и здесь даже скоро роза будет распускаться вот бутончик завязался я не знаю хватит ли ему сил в такой мороз распуститься розе но в любом случае есть вот на этой следующей розе тоже достаточно много новых веток вот целая и вот здесь вот это я уже не знаю как они у меня приземлют первую зиму но посмотрим надеюсь все хорошо с ними будет забрали сейчас вот этим увлажнителем смотрите как он красиво переключает цвета это в виде кошечки ну да в виде кошечки увлажнитель сюда 3 литра воды влезает вообще заявлено при вот таком то есть когда постоянно пар идет тогда получается по моему 12 часов а если с перерывом то есть 3 секунды работает 3 нет то 24 часа аж хватает его в общем надолго его хватает нам это полезно ну вообще увлажнение воздуха это в принципе полезно вообще красиво как ночник еще можно использовать его да красота какая а его тогда плохо будет видно вот и подсветку надо выключить вот самые обычные розники да классно да да вообще круто все добрейшее утро а то уже наверное и день я помыла волосы нацепила масочку потому что слушайте я тоже немножко приболела в общем и чувствую себя очень плохо и проснулась сегодня не проснулась а встала уже где-то в 12 представляете меня просто отклонило в сон встать было просто невозможно еле-еле заставила себя встать потому что ну чувствую что-то совсем неплохо вот но у нас есть радостные новости наш рабочий выкладывает керамогранит на полу это здорово сегодня вместе с вами поедем посмотрим промежуточный результат в общем ладно не буду вас пугать маской отключусь потом приведу себя в порядок и будем дальше с вами тогда уже общаться что ж собрала себя в кучу в принципе собралась Дениска после ночной проснулся покушал и мы поехали в общем что нам нужно сделать сегодня собрать забрать точнее куски плитки керамогранита которая будет на полу и к ней купить затирку правильно вот там да неважно в общем сейчас поедем в Леруа Мерлен рабочему нашему везем хлеб он попросил чтобы времени тратить мы ему закупаем какие-то базовые продукты которые он просит потому что по пути так проще у нас внутри нашего скажем так жилого комплекса этого нету вообще магазинов совершенно вот но в принципе до него идти сколько минут пять наверное до магнита вот так что в принципе проблем не составляет но зачем тратить время когда мы все равно по пути будем так ну что ванна на втором этаже начинает преображаться уже два ряда практически довыложены супер супер она правда такая грязная потом отмывать нужно вот видите здесь будет потом затирочка цвет конечно вообще не передается у нас он более такой теплый медовый а здесь почему-то на камере немножко по-другому едем покупать затирку в общем это у нас получается в душевую идет это пол у нас ванной комнате в нашей и это пол в детской ванной в общем я хотела показать больше наглядную разницу вот это срез ровный получается плиткорезом который мы приобрели сами и вот этот срез это старой советской болгарикой просто как пример который вот раньше пилили вот этим смотрите как неровно получается вот эти вот срезы станок да как это называется в общем и вот конечно же ровные срезы вот так что взяли кусочки и поедем подбирать белую потом уже к нам да так в общем вот они разные разные затирки мы не стали брать эпоксидную она очень дорогая и вот здесь вот все вот оттеночки у нас присутствуют вот наверное нет это просто другой бренд вот мы берем церезит так теперь осталось вот к этим подобрать уже взяли на полтора миллиметра три пачки зажимов вот четыре бутыля добавка латексная для цементно-затирочных смесей для того чтобы она не трескалась то есть мы взяли подешевле саму затирку вот но в общем если вот этим пройтись она будет крепче короче говоря и еще вот такие бутыли гидрофобизатор защищает межплиточные швы от грязи разрушения всего остального в общем это нам посоветовал наш рабочий ну и взяли вот так у нас получается ну а что может сразу две взять белую нет белую надо подбирать также по оттенку мы белую не взяли плитку в общем темный шоколад серый и какой-то у нас там еще карамельный какой там а латте смотрите как красиво называется латте да также вот такие крестики для кафельной плитки на полтора миллиметра все купили все что нужно вон целый пакет набрали в принципе я вам все показала что приобрели у нас у нас произошел просто сейчас такой облом позвонили из санталь и сказали что наши записи отменены врач окулист заболел в общем то я еще в конце августа записала детей для того чтобы взять справки окулиста о том что у них зрение плохое и они не могут сидеть на последней партии в частности скорее это касается Варю потому что она сидит на последней партии сейчас ничего не видит оттуда вот Артем то конечно сидит на первой второй партии ладно все без справки в принципе нормально но Варя учительница как помните не пересаживает Варю в начало на первые партии пока говорит не принесем справку я записала детей еще в конце августа когда Темке брали справку для физкультуры на освобождение на год вот и все и врач заболел а когда выйдет я не знаю теперь снова придется записываться потом я говорю вы запишите ну потом то дальше когда тоже врач выйдет нет я не могу пока вас записать и вот теперь когда это будет представляете сколько Варе теперь снова придется сидеть на последней партии она списывает получается все что вот они записывают с доски по идее нужно записать в тетрадь а она списывает у соседки с которой она сидит потому что не видит ничего короче говоря дурдом вот так вот и я главное себя записала на понедельник тоже к окулисту моя запись тоже отменена короче вот вот придется записываться снова вот так а я скоро пойду на собрание представляете у нас собрание сделали по танцам в девять вечера вот потому что Варя теперь одно занятие в неделю она два раза в неделю ходит вот одно из них будет с восьми до девяти вечера капец благо это пятница и не нужно будет утром идти в школу вот к сожалению вот так потому что нужно собирать когда-то одну группу с другой чтобы они вместе репетировали вот теперь с восьми до девяти а и сегодня пятница как раз с девяти будет родительское собрание первый раз я так поздно хожу на собрание но в любом случае вот придется так сейчас думаю просто подкраситься немножко наверное вот этим блеском подкрашить мне он так нравится стоит вот я уже рассказывала в фаберлике там буквально сто с чем-то но по-моему по-моему их все разобрали и теперь нету вообще никаких она так легко наносится мне нравится и знаете такой ну прям видите еле-еле оттеночек ну на губах прям очень приятный практически не ощущается так что видите как мне нравится он вот он вроде бы такой вот яркий а по факту так что сейчас соберусь и пойдем на собрание ничего не видно но пошла на собрание надеюсь оно закончится быстро если честно я не особо понимаю в чем смысл собрания на танцах я испугалась вентилятора он такой большой и громкий был спасибо спасибо в общем то как я и предполагала это собрание называется трехминутная билиберда то что могли спокойно написать в чате и в общем то ничего нового вообще мы не узнали единственное что нужно сделать страховку варе по танцу в общем такая страховка по танцу она называется учительница ну преподаватель скинет сайт где можно сделать эту страховку вот в общем студия хочет чтобы все дети были застрахованы но вот на такие случаи тёмка ты все в этих штанах ходишь чудесные штаны у тебя в общем а так совершенно ничего нового в общем зря ходила ладно мне еще предстоит два собрания на следующей неделе один день это тёме на собрание другой день это варе на собрание в школе вот так что сколько дней твое по моему в среду варено во вторник вроде так после завтра сегодня пятница короче не скоро еще ладно все я с вами уже попрощаюсь огромное спасибо что досмотрели видео до конца пишите ваши комментарии вообще все что думаете по теме этого видео я буду безумно рада я буду отвечать на ваши комментарии и всем пока 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 пока